Брак в Кане, как и другие полотна, написаны по евангельскому сюжету. Это картина о первом чуде, совершенном Христом, превращении воды в вино. Здесь, в этом сюжете, сплошные символы. Что здесь делает собака? Собака – это символ смирения. Мы вспоминаем Хананянку, которая упрашивала Господа вылечить ее дочь, и он сравнил ее с собакой. Это не потому, что он хотел ее унизить. Для того, чтобы что-то получить от Бога, нужно себя смирить. Все еще только начинается. Страсти Христовы еще только впереди, и очень нескоро. Но, тем не менее, вот уже стоп за спиной Христа – это уже такой предвестник будущих Голгоф и гора, то же самое. Много лет Андрей Миронов работал в милиции. Но, приходя вечером домой, снимая милицейскую форму, он доставал палитру и кисть. Это всегда было его призванием. К иконописцам Андрей Миронов себя не причисляет. Все-таки у икон совсем другой стиль написания. Однако библейские сюжеты – его основная тема. Руки тоже раскинут. С одной стороны, он приветствует этот мир. Он приветствует этот мир, в который пришел. В то же время это некий прообраз уже будущего распятия. Кстати говоря, здесь внимательный зритель. Здесь животных не два, а три. Если внимательно посмотреть, то можно найти еще божью коровку, которая тоже выползла. И тоже она интересна посмотреть на своего создателя. Говорит, что творчество его вызывает разное мнение у созерцателей. Наверное, именно в разнообразии мнений как раз и заключается смысл искусства. Главное, что никто не остается равнодушным. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Спасибо.